Каждый может оказаться в ситуации, когда необходимо оказать первую помощь попавшему в беду человеку. И от ее своей своевременности и правильности может зависеть не только здоровье, но и жизнь человека. В Черкесске прошел региональный этап чемпионата по оказанию первой помощи пострадавшим. Состязались 11 команд победителей муниципального этапа. Команда победителя будет представлять Карачево-Черкесию на всероссийском этапе чемпионата. За соревнованиями наблюдала Мадина Каракитова. Шесть минут дается командам на выполнение тестового задания на знание теоретической части соревнований. Оно состоит из 10 вопросов, на которые предлагается по несколько вариантов ответов, из которых команды должны выбрать один единственный верный. Команды заметно волнуются, но в то же время уверенно принимаются за работу. Первой проходит испытание команда из Малокарачаевского района. Полушать на мастер-классе то несложно. При задании вопросов были сведения сложности. Нам давалось еще и с мид, но мы справились за 2-3 минуты. Всего этапов три. Следующие два предполагают командное состязание на решение ситуационных задач. Легенда следующего задания. Субботник, в котором принимают участие школьники. При сильном ветре, упавшей с дерева веткой, повредила ногу одному из учеников. Другой же при попытке увернуться неудачно упал и повредил нос у него сильное кровотечение. Третий участник школьного субботника при виде крови потерял сознание. Еще один ученик, увидев пострадавших одноклассников, стал сильно нервничать. Человеку плохо. Помогите, пожалуйста. От участников соревнований требуется правильно и своевременно оказать первую помощь всем пострадавшим. Идеально справились с этим этапом участники из школы села Садовое от Ихабльского района. Команда действует одновременно, слаженно, точно. Каждый комментирует свои действия. Звонишь в скорую помощь. Говоришь, что человек без сознания, но с дыханием. Я должна положить человека в восстановительное положение. Чтобы это делать, я должна ближнюю руку на 90 градусов перетянуть. Дальнюю руку, ты не все равно, ротоник, поставить к щеке. Дальнюю руку должна свернуть в колено. И аккуратно, придерживая голову. Потом аккуратно я поднимаю голову, чтобы освободить дыхательные пути. И сижу за его состоянием, пока не приедет в скорую помощь. За этот этап команда получает высший балл. Модератор хвалит ни одной ошибки. Молодцы. Изабыла Каркмаза уверена, что это итог слаженной работы всей команды. Самое главное в такой ситуации – это не паниковать и правильно распределить роли. Наши командиры распределили роли. Одному дали следить за человеком, у которого кровоотечения. Другому проверять сознание. Третье он накладывал шину. И четвертое успокаивал человека. Пятый вызвал скорую помощь. Мы работали слаженно и у нас все получилось. На самом деле сложно не было, если ты знаешь, как оказывать первую помощь. И мы справились достаточно хорошо. По условиям следующего этапа соревнований, командам необходимо было оказать помощь поперхнувшемуся человеку. Состесались в умении оказывать первую помощь 11 команд. Это команда победителей муниципального этапа соревнований. И сегодня они состязались за звание лучшей. Проект «Первая помощь» реализуется во всех субъектах России, рассказывает заместитель председателя регионального отделения Общероссийского государственного движения детей и молодежи Движение первых Ахмат Барлаков. Это флагманский проект Движения первых. Реализуется данный проект уже второй год подряд и показывает неплохие результаты. По итогам прошлого года даже были кейсы, когда ребенок, прошедший обучение в рамках данного проекта, в экстренной ситуации мог сориентироваться, собраться и оказать помощь ближнему, что непосредственно является тем результатом, к которому мы стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок знал, как можно помочь другому человеку, который оказался в беде. Реализуется проект совместно с региональным отделением Красного Креста. Лариса Бавтрюк, представитель Красного Креста, считает, что каждый человек должен обладать навыками оказания первой помощи. И такие соревнования – это возможность проверить и закрепить эти очень нужные умения. Лариса Бавтрюк, наблюдавшая за ходом выполнения предложенных заданий, с удовольствием отмечает подкованность школьника в вопросах оказания первой помощи пострадавшим. Ребята очень владеют хорошо навыками всеми, подготовлены. Каждый руководитель серьезно подходит к данному мероприятию. И ребята, я считаю, очень даже хорошо подготовлены. Но третий этап подкажет уже результаты на финале. Но соревнования на то и соревнования, что в них может быть только один победитель, и он будет представлять Карачаево-Черкесию уже на всероссийском этапе проекта, который пройдет в Саранске в ноябре. И это команда из Зеленчугского района. Мадина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.